Вот наблюдаю за Робертом последние несколько дней. Стало его все-таки не трясовать. Совмещает по несколько деталей из мегаблоков набора. Бывает вот составляет голову с ногами. Переденяет. А где зверь? Это мальчик. Вот он. Вот он твой друг. Чича. Том Чича. А где у него пупок? Покажи. Пупок. Вот точно. Пупок. А у Эли тоже есть пупок. Вот он пупок у Эли. Хочу сказать, что у него однозначно появилась вот усидчивость. Да, он прям как раз дольше может теперь заниматься чем-то одним и тем же. Вот сейчас уже больше четырех минут сидит и перебирает варианты, как можно что сложить. Причем обратился второй раз. Поиграл, потом поиграл в машинку, потом снова вернулся и решил поскладывать. Молодец. Класс, получилось. Очень даже хорошо получилось. Да. А хочешь вот такой возьми? Вот. Вот так. Будешь надевать? На, возьми. Ну нажимай, нажимай. Пуш, пуш. Так тоже можно. Да хорошо получается. Все ты правильно делаешь. Молодец. 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 Давай посмотрим, что мы можем сделать. Сейчас мы мегаблоки. Это не просто блоки. Это мегаблоки. Мегаблоки. Решел немножко взремнуть? Кажется, сегодня будет один из последних теплых деньков лета в сегодня. Сегодня даже на воде такая тише гладить. Около тридцати. Молодец. 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 Молосни. Ночной, ничего не надо. Молодец. 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 Еще Роберту стало нравиться носить рюкзак. Какой ты сильный, роберт. Какой ты сильный. Молодец. А еще я смотрела ролики у Валентины Паевской. И она говорит, давайте мозаику с возраста один год. Ну вот в год и три, помню, в мае, он мог вытащить кусочки мозаики, но вставить вообще не получалось. Сейчас вот я дала в год и шесть. И знаете, это третий раз, когда он пробует, и он начал сам вставлять. Вот, это мозаика 2 сантиметра, не самая маленькая, но у нее такой достаточно длинный этот хвостик. То есть, чтобы его полегче вставить. Ну, взяться как-то за нее, что ли. В общем, удивительно, но посмотрите, он уже сидит 45 секунд. Вот, кстати, с тех пор, как мы начали его лечение, перевели его, ну, переводим его на диету определенную. Даем витаминчики, вот, гостиопад он сходил. И сейчас массаж делаем. Вот он стал, знаете, намного более такой сконцентрированный. Вот уже минута 12. Очень хорошо, Роберт, молодец. Молодец, молодец, очень отлично получилось. Давай дальше. Вот мозаику я купила, называется... Мозаика Стеллар, 80 деталей, 2 сантиметра. Ну, сначала думала, черное поле плохо, а сейчас смотрю, достаточно контрастно выглядит. Не знаю. Хотя на этикетке поле белое. Продолжаем складывать мозаику с Робертом. Сидит, смотрит со своим столом из Икея, на стульчике Икея. Не зря я его тогда закупила. Сколько было? Это 1,4. Значит, сначала ему не нравилось сидеть, а вот сейчас говорю, как... Две недели, как он стал получше все вести. Заинтересованность стал больше во всем. Что это, что это, везде спрашивает. И... Русичей. Как книжку рассматривать для Русичей. Роберт, будешь еще? Давай достану. О, смотри, как у меня вот шурши. Давай я тебе сейчас еще достану. О! Смотри, какие классные. Давай еще составлять. Молодец. Очень хорошо. Вот желтого точно не хватало. Такие яркие, они красивые. Посмотри, какой у нас абстрактный красивый рисунок получается. Ты большой молодец. Ты попробуй по одной, тогда тебе легче будет. Да, очень хорошо. Попробуй. Попробуй. Молодец. Вообще, у тебя отлично получается. Мне бы самой было сложно. А, ты молодец. Вот, хорошо, взял одну штучку. Ты вот эту вытащи из рук. Вот возьми одну сначала. Молодец, Роберт. Я тобой горжусь. Слушай, у тебя отличные вкусы к цветовым сочетаниям. Контрастный желтый, красный. Это тоже красный, красный. Куда ты его поставишь? Сюда? Суперски. Потом твою мозаику сфотографируем. Будет твоя первая картина. Класс. Уже сидит 2 минуты 16. И до этого сидел минуты 12. Вы представляете, это огромный успех. А вот это где у нас было? Извини, пожалуйста. Вот сюда можно? Супер, Роберт. Как хорошо получается. Мне очень нравится. Ты помогу. Может тебе добавить еще желтенького цвета? О, мы все с тобой раскидали. А вот, смотри. Ой, а у меня тут только одни синие остались. По итогу он решил все разобрать. Я ему дала чашку, чтобы он тут не раскидал все по полу. А вот он сидит методично вытаскивает теперь все, что вставил и складывает. Ну, я считаю, что он уже 7 минут сидел. Просто фантастика. Фантастика. Сам принес мне это, я говорю. Наверное, ему она все-таки очень понравилась. Потому что первый раз, когда он, по-моему, мне что-то приносит поиграть из-за такого вот развивающего. А что там в чашке? А-а-а, как классно, Роберт. Молодец. Все, готово. Пойдем? Пойдем? Не знаю, кажется, пришло время показать Роберту маленькие модели игрушек, где звери, выполненные очень похожими на своих живых сородичей. Да, Роберту, кажется, он стал управиться. Топ-топ-топ, олень. Чуть-то так начала рассматривать его рога. Достала из-за кромов привезенные игрушки. Помню, оказала их к дню рождения Роберта на его год. Но тогда ему вообще было неинтересно. А сейчас вот он с удовольствием начал рассматривать. Итак, Роберт ест запеченную индейку, бедро с чесноком. Еще в качестве эксперимента я дала ему попробовать. Еще в качестве эксперимента дала ему попробовать другой сорт капусты. Еще мы с ним учимся макать палец. Макает он палец у меня в нут. Но пока что просто макает. Особо ему неинтересен. Ну, индейка, кажется, нравится. Это хорошо. Робертсон у нас ходил в магазин, чтобы он хорошо себе сидел. Я ему даю такую пастилу без сахара. Из яблока. Яблочная пастила. Вкуснятина. Он ее жует и очень хорошо сидит. Пойдем, пойдем на свой массаж ждет дядя. Пойдем нас на массаж ждет дядя. Ну, я не знаю, какой это большой мяч. Пойдем. Ух ты. Что ты тут увидел? Пойдем обратно. Это что такое? Я не знаю. Блин какой-то. Ну, давай-ка вставай. Ух ты. Молодец. Ну, попробуй еще раз. А это мячик. Мячик. Бах. Кидай мячик. Мячик. Мячик.